С Леонидом Головановым Не пахнут они оптовкой Злой смайл, Омск Леонид всегда говорит, что китайский автопром пока еще не автопром Пока еще не автопром в полном и всеобъемочем смысле этого слова Мы запомнили вашу смс-ку и ответим из Питера Варламова поставила хохлуха, а не русская Друзья, но если тем не менее следовать нашему концепту Что мы единый народ Что мы не просто братский какой-то, как не знаю, с венграми, с каким-нибудь Нет Ну не важно Когда не был братским народом Ладно, ну тем не менее, что мы один просто народ, разделенный по какой-то причине Ну какая разница-то А то, что во Вренюках лужка, ну да, бывает Вот К счастью, Варламова оправдали Он будет играть в сборной И я надеюсь покажет всем Где раки зимуют Что делаем? Читаем Читаем Похвалите мою Тойоту Пробокс Слушайте, ну классный автомобиль Шикарный, отменный просто Смотрите, машина хорошая, ребят Есть некоторые проблемы с управляемостью Лене всегда так говорят Но в принципе, в принципе, очень-очень прилично, конечно Не очень информативный руль, конечно Лене, как профессионалу, хотелось бы немного больше информации Ну да От руля От руля С ним как-то беседуешь, а он сволочь, он либо молчит, либо отнекивается, либо отвечает на общую фразу Может, регулярный мне по позицию, по тому или иному вопросу Вот нет какой-то жесткости в руле А в остальном, конечно, автомобиль великолепный, замечательный, издевые качества Приличный ДСГ еще опять же нету ДСГ нету, а это хорошо А вот смотрите Тревожный сигнал Ребята, Голованов на протяжении нескольких передач отговаривает людей от кобальта А вы хором его советуете Я кобальт не советовал Я сказал так, что если вам ужасно хочется кобальт То вы, конечно, вольны покупать его, если хотите Если вот в мире не осталось больше автомобилей, только кобальт, и вы хотите его купить последний А вы, например, слепой Да Или глухой То, конечно, кобальт Кобальт надо покупать Но если есть какая-то альтернатива, разумная альтернатива кобальту Подхватывай быстрее, мы уже не можем тянуть время Дорожный просвет Лёнь, про кобальт скажи Никогда, никогда больше на автомобиле Я тебе всё время говорил Кошмар Вот в метро, знаешь, как зайдёшь, сядешь, развернёшь газету, читаешь Angry Birds Angry Birds, опять же Да, скажи, кобальт хорошая машина или что? Неплохая Я так и говорил людям Молодец Нормальная машина, так сказал Нет Конкретный вопрос какой? Есть ли человек рассматривать? Нет Покупает кобальт, правильно ли одел? Да Интересуется Нормальный Кошмар Нормальный автомобиль Кошмар или нормальный? Он, да Он для стран третьего мира То есть это не Это комплимент Это не Volkswagen Polo Вот Он простой Он достаточно надёжный Для города Как мне кажется, он не очень А вот для загорода В самый раз Почечаю Нормально Нормальный автомобиль Принесите, Лёньки, чаю Так, хорошо Значит, с кобальтом разобрались Ещё было несколько вопросов у нас А, слушай Нас тут прокляли по поводу китайских машин И сказали, что Будьте вы проклят Если не расскажете про китайцев Ховер 5 или 6 А также Про черри Про черри Что там Тиндо, Бибандо, Лиландо, Хэндо Два Два Есть такие машины? Расскажи Значит, что касается ховеров Пока ещё Помните, я рассказывал, да Что Я помню Мы не ездили на последней версии ховера Пока не поездим Рекомендовать не буду Но Эти машины становятся всё интереснее и интереснее То есть всё больше напоминают машины, собственно Да По поводу черри То же самое Едва ли не в большей степени Коллега мой по авторию вернулся С такого предпоказа Новых автомобилей черри И говорит прямо Да? Да Вот В январе мы их опробуем Всё расскажу Отлично Так, друзья Мне кажется, мы так увлеклись Что-то даже не напомнит вам номер наших смс Нашего смс-портала 5533 Короткий номер В начале смс-префикс Маяк Леонид Голов в студии Так что давайте сейчас с утроенной энергией И скоростью И драйвом Будем обсуждать ваши автомобильные вопросы И запросы Алло Алло Пожалуйста Здрасте Добрый вечер, друзья Подскажите, пожалуйста Рено Колиоз 2,5 литра ручка Как он себя вообще рекомендует? Ну, рекомендуем или не рекомендуем мы Как он себя зарекомендовал, вы хотите сказать? Да, да, да Именно Неплохо зарекомендовал С одной стороны, этот автомобиль Недооценен Потому что он неплох Да, вы знаете, что это корейский инжиниринг Да, да, да Да, Леонид После, опять-таки, после рестайлинга Едет он неплохо У меня к нему Две претензии, по сути Первое Это то, что все-таки Он мог бы быть подешевле И второе То, что он тесноват Особенно на заднем сидении Вот так, да? Да А скажите, подвесочка как у него? Неплохая Есть Неплохая Вполне Скажите, Леонид А, в принципе, вот машина как бы неплохая Но, наверное, по рекламе Плохо раскручена, наверное, да? Ну, как сказать Дело не в этом Дело в том, что у Рено Вообще проблема У них очень известен Логан И Сандера И теперь Дастер И на их фоне Все автомобили дороже Теряются Вот В том числе и Калеус потерялся И он, когда пришел на наш рынок Он уже был один из Кроссоверов Он не был Там Ни просторней Он не был ни дешевле То есть не было какого-либо Уникального Конкурентного преимущества Вот Поэтому он вот так и Прозевает А машина приличная Неплохая, да Да Спасибо Давайте смс-ки почитаем, друзья Да, Леонид Добрый вечер Какие наиболее весомые расходы Могут возникнуть При покупке BMW 3 Е90 2005 года выпуска Спасибо, Дима Ростов-на-Дону Мотор Прежде всего Надо смотреть В каком состоянии Мотор Подвеска Коробка Вот На что Лучше обратить Да Вышенное внимание А вот Из будущего СМС Как Ниссан Муран Рестайлинговый Расскажите Стоит ли брать Лучше Лучше намного Чем Чем дуэл Рестайлинговый Да Вот Другое дело Что мы Мы давно На нем Не ездили И мы Как раз Сегодня с коллегами Думали Что возьмем Ко мы Его Сейчас И будем Наверное Сравнивать Не скажу С чем Когда сравню Когда сравним Расскажу Вот Но Это вполне Себе Да Да Если Да Если Не пугает Вариатор Ну На Муран В общем-то Не пугает То да Вполне Так У нас 15 секунд Давай я задам вопрос Прочитаю СМС А в следующем Получается Уже ответим На нее Посоветуйте У меня Мне кажется Самые лучшие СМС Самые интересные Нижегородская область Посоветуйте У меня 1 миллион рублей Готов на кредит 250 тысяч плюс Или плюс Новогодние скидки Нужен дизель С автоматом I-35 Outlander Captiva X-Travel Хочется Sorento Дорогое авто Первое для жены Я буду водить реже Серега Дальнобойщик Понял вопрос Да Все Прерывается новость Дорожный просвет 1934 Еще раз номер Нашего СМС-портала 5533 В начале СМС Слово Маяк Ты помнишь вопрос Да Про дизельный И вот как раз Человек упомянул Sorento И вот как раз Недавно Я поездил На дизельном Sorento Так И он мне Мне очень понравился Я прям От себя Такого не ожидал Вот образец Того Насколько Прогресс Меняет Я понимаю В таком не очень Выгодном Для задних Дыров положений А что там еще Миллион Не покупать Реально По карману Или вы Влезете в долги Будете Чертик Как жить Но за то Пополучите Ту машину Которую вам Леня рекомендовал Это повторяю Выбор философский И вы должны Для себя его сделать Посмотрите Здесь вопрос Не только о машинах Он гораздо важнее И сложнее Правда Да Я для себя Например Его до сих пор Не решил Вот готов ли я Влезть Действительно В долги Переплатить Но получать Настоящий кайф От машины А для меня Это очень важно Так Если позвольте Сейчас Сейчас Мы дойдем Два вопроса От девочек Важно им помочь Одна из Москвы Другая из Питера Мальчики умоляю Сузуки Свифт Или Сиат Ибица Не механика Только новая Московская блондинка Спасибо Второй вопрос Был паркетинг Для девушки В пределах 800 тысяч рублей Спасибо Вот ответьте Пока на два вопроса Этих Ну Если Свифт Нравится Он дорогой Блин Конечно Да Но Неплохой Да Почему бы нет Ну то есть Он стоит своих денег А тут Сложно сказать Ну Наверное Все таки Не стоит Да Он Слишком дорогой Да Потому что Это машина Там Она венгерская Насколько я помню Сборки Да Импортируемая В этом В классе Б плюс Импорт Сразу поднимает Цену Колоссально А Сеат Ибица И я бы Например Ибица Она Если говорить Не механика То значит Это ДСГ И ДСГ С Семиступенчатой Коробкой С сухими сцеплениями И тут нужно Прокатиться На этой машине И понять Насколько Она не плохая Она резвая Да Но она такая Жестковатая И Почувствуете Вы вот эти Рывочки При переключениях При плавной работе Газом Например Когда вы паркуетесь Или не почувствуете Будет это для вас проблемой Или не будет для вас проблемой Потому что на свифте Точно этого нет Там все плавно Так Понятно Второй вопрос БУ паркетник До 800 тысяч Масса Масса Ну Рав 4 Первый вариант Потому что Вы его купили И вы за те же деньги Потом его продали Конечно Первый вариант А еще Из возможных вариантов Нет Там же много За 800 Можно Девушка Масса всего Масса всего Аркетничек Просто вот буквально Что нравится Потом Придите к нам С вопросом Потому что Я не знаю Там Я бы например Если бы мне Не было жалко бензина Я бы рекомендовал Мазду CX-7 Прекрасную Которая Великолепная машина Но жрет очень много топлива Но зато Она прекрасно едет Понятно Там много Понятно Ответили Лень Что ставить на Pathfinder 2.5 Турбодизель Webasto Или автозапуск Вот такой вопрос Да Я Вот все-таки Webasto Естественно В долгосрочной Перспективе Она правильнее Предпусковой подогреватель Но он дорогой Очень Очень Вот И я Честно говоря Вот я лично Ну у меня правда Не там Не дизель Ничего У меня просто Бензиновый турбомотор Который достаточно быстро Прогревает Будучи запущенным Машину Но я поставил себе На свой эволюшн Автозапуск Дистанционный Ооо Да И очень рад А чем принципиально Чается от Webasto Дистанционный автозапуск Ты например Я могу позвонить Своей машине Или Выглянуть из окна Нажать и удержать Кнопочку на брелоке Сигнализации И она у меня запустится Ооо Да И через 15 минут Да 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 Пожалуйста Она тебе может позвонить Да Да Она мне смс Что делаешь Моя ласточка Как дела Остается уже час Кукусик Выходи Уже сказал недолго Он мне присылает смс Двигатель запущен Правда Да Потом полчаса он работает Глушит двигатель Потому что все прогрелось И пишет Двигатель заглушен Мама Вот Но при этом естественно Двигатель работает Изнашивается Вот Плюс есть проблемы С теми же там Дизельными машинами И машинами С современными Экономичными турбомоторами Они на холостом ходу Не могут нормально Прогреть салон Это я там В свой эвик сажу Все там У меня уже Ташкент Вот А когда у вас Вебаста То есть отдельный Предпусковой подогреватель Где там да Солярочка горит Я присылал Ты в Ташкент Присыл В малый круг Это включено Коврами Ковры Ковры Чай И казан Плова На заднем сидении Нет В машине Ташкент Это же устоявшееся Выражение Еще советских Жигулевских времен Типа что Тепло Конечно А смешная смс Из Москвы Конечно А я своим Пасвайнером Уже не девушка Наталья Наташа Мы просто потеряли Смс Оригинальную Только вот этот Ядовитый Ваши комментарии Видим Пришлите еще разок Не пожалейте 9 рублей для пацанов Давайте телефон возьмем Люди уже разорились Уже не на что Машину покупать Алло Алло Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Всем добрый вечер Леонид Подскажите пожалуйста Сейчас вот езжу На митсубиси Спейстар Старенькая Машина 1.3 2000 года Но очень нравится По объему По самому И по комфорту Хочу купить Мерседес Б класс Именно Б200 Прошлого поколения Года Седьмого Девятого Вот И хотелось бы У вас узнать Про там два двигателя 136 лошадиных сил И двигатель 193 Вот какие Замечания К 193 И советуете ли вообще Эту машину И как Как она себя ведет Если вы узнаете Всех подробностей Не знаю Да Вот не могу вам сказать Точно Выбор между Этими двумя моторами Так вот Навскидку Никаких Страшных Вещей Вроде как Про него Я не знаю Вот Будучи новым Этот автомобиль Все таки На мой взгляд По соотношению цены И качество Проигрывал Ну скажем Одноклассникам Просто С размерным Компактвеном В поддержанном Состоянии Может быть Это Вариант Только вам Естественно Нужно быть готовым К тому Что Запчасти будут дороже Это все таки Мерседес Там да А не Тот же Форд например Там С Симаксом Вот Или С Максом Который наверняка Можно за те же деньги Купить И так далее Вот Но машина Это безусловно Неплохая Понятно Спасибо Друзья 5533 В начале СМС Слово Майк Это наш СМС Портал 15 минут У вас еще есть Чтобы задать вопрос С Леонида Он соответственно На него ответит Подскажите Нужен рамный Внедорожник 2,5 миллиона рублей Дизель Что можете посоветовать Сейчас Крузер 100 Так нет Ну Если это Внедорожник В двухсотку Вы не уложитесь В 2,5 миллиона Да Да Вот Прада Не уложится В 2,5 миллиона Нет Нет Да Прада Наверное Да Вот пожалуйста Прада Да Ой смотрите Девушка Написала Наталья Опять таки Вот если у вас Сотый крузер Ну вот Еще раз повторю Держите его Если позволяет Вообще обстоятельства И все Потому что Таких больше Уже не будет Никогда Так Не пожалею 9 рублей Мне вот тут Сервисы сказали Что Гранд Широки не едет А мне Подфайнер На него поменять Говорят только Прадик 120 или 150 БО А их гоняют А у меня пробег Уже 165 тысяч Только дизель И не паркетник Наталья Ты понял вопрос Я вот не понял Во-первых Я не сказал бы Что он не едет Нет На мой взгляд Он едет Да Он не Там Это не Какой-нибудь Там Не Дискавери Например Да С С мощным дизелем Который едет Да Это не Туарег Но он Вполне себе На ходу Хорош Поэтому Да И более того Даже по надежности В общем-то Вроде как Гранды Нынешние Не так Плохи Как там Были Предыдущие То есть если Наташа Пытается поменять Подфайндер На Гранд Чироке Нормально Вполне Просто это Если это новый Это 2 миллиона 2 миллиона С небольшим Вот И здесь Выбор То уже В общем-то Есть А что И нужно Не Паркетник Вот Читаю Мне вот тут В сервисе Сказали Что Гранд Чироке Не едет А мне бы Подфайндер На него Поменять Говорят Только Прадик 120 или 150 БУ А их гоняют А у меня пробег Уже 165 тысяч Только дизель И не паркетник Наталья Москва Да Ну вот Опять-таки Прадо конечно же Симпатичен И как вложение И как автомобиль Ну вот Действительно Угоняют Да Да А гоняют В смысле Угоняют Конечно Конечно То есть Это Безусловно Повышенный риск В то время Как Сейчас Гранды Особо никому Не нужны Поэтому На самом деле Почему бы нет Рекомендую Гранд Вот Наташ Мы ответили Subaru XV Или Mitsubishi ASX Стоит ли Переплачивать За XV Или взять ASX Плюсы и минусы И того И другого Если можно ASX Все-таки Побольше Потому что XV Импреза хэтчбэк Просто Приподнятая Да ASX Все-таки Как-то Побольше Но на самом деле По езде Я бы выбрал XV Он Subaru Менее Утилитарный Автомобиль И Не хватает Ей моторчика Но По шасси По тому удовольствию Которое она дает От езды Конечно Subaru Да Просто Тут надо понимать Что вы Конечно Попадаете Вступаете в клуб Клубный сервис Да То же самое Касается вопроса О Legacy GT Человек Купил Legacy GT Тащусь Пишет Александр Подвохов Ждать Вот все тех же Да Это же Это оппозитник Езжайте Сразу На клубный сервис Сдавайтесь Вот И Если найдете Хороший сервис Хороших мастеров Будет вам счастье Две смски Одна от Аллы Из Пензы Другая смешная Из Питера Давайте с Питера Начнем Молния Добрый вечер Пишу не первый раз Понравился новый Ford Explorer Друзья ржут Жена хочет XC90 Много езжу за городом Есть двое разбойников 5,2 годика Смущает Что нет дизеля Помогите Это два неплохой объем Дизеля нет Нет Дизеля нет И не будет У Эксплорера Вот Вот его и смущает Да Да Ну а что Вот если нравится Почему друзья Разжут и прикалываются Объясни мне Ну потому что Американский автомобиль Все таки такой Да Выбор Скажем так Нетривиальный Да Да Умеешь ты деликатно Парни пнуть Ладно Вот Тот же например За те же деньги В принципе Тот же Grand Cherokee Да Да Укладывается С дизелем Вем моторей Неплохим А если парень Все таки Видишь Он все таки Колеблется Вот В какую сторону Ты его колебнул бы Вот я уже рассказывал Толь в прошлый раз Да Что Эксплорер Просто нужно понимать Что это не Внедорожник Это легковой автомобиль С повышенным Дорожным просветом Засадить его Легко Да Если сравнивать С тем же например Grand'ом Да Который В общем то Боец Тут конечно Берите Cherokee Чего вы Так Ну если позвольте Алла из Пензы Это было из Санкт-Петербурга Это было из Питера Да Из Пензы Ну уже не успеем Чего из Пензы Ну тогда после паузы Ну вы и деревня Автозапуск Бой нормальной сигналки Идет по температуре И по времени Попадение напряжения Автозавод Руслан Томск Сам ты деревня Все что мы можем ответить Компетентно Самая с автозапуском Да Ну что Алла Пензавод Спасите И вот тут набор Цифр Букв И неизвестных слов FF3 Универсал 1.5L 104LC Chevrolet Cruz Универсал 1.6L 104LS Или Duster 1.6L 4х4 Вот кстати Все 2013 года Для трассы Города Легкого бездорожья И что выгоднее При перепродаже По окончании гарантии Или что-то другое Дастер Бюджет 700 тысяч Дастер Дастер Конечно Уложится Во первых Уложится Во вторых Перепродать Его Вот Дастер Это Это наша RAV4 Такая Да Бюджетная Потому что Эти машины Тоже очень медленно Теряют в цене Спрос на них Велик Если не сказать Огромен Вот И Ну просто Нужно понимать Что эта машинка Попроще Чем тот же Ford Focus Конечно же Да И даже Чем Круз Все-таки И Cruze И Focus Это автомобили Европейские Да Стар Это машин Для Для Третьих Для стран Третьего мира Но По совокупности Потребительских Качеств То что это Все-таки Кроссовер То что у него Действительно Повышенный Дорожный просвет И действительно Неплохая проходимость Почему бы нет Да Понятно Да Есть Кручев Да Есть Молния Очень срочно Внесла залог За X1 2 литра Дизеля КПП 1.8 миллиона рублей 2013 года Стоит ли Ну стоит Если есть деньги А судя по всему Деньги у вас есть Ну раздалжу залог Стоит Это очень хорошая машина А какая еще раз Дороговато X1 X1 Да Дороговато Но Что поделаешь Но вот Я уже обращал внимание Что на вторичном рынке X1 дешевле миллиона Я не видел Да То есть они Даже на вторичном рынке Достаточно высоко ценят Хорошая машина Да Давайте к телефону Алло Здрасте Здрасте Здравствуйте Дозвонился Ура У меня вот такой вопрос Я уже седьмой год Катаюсь на Джаге X-Type Новый брал в салоне То есть рад До безумия Но дело в том Что некоторое время Купил дачу И теперь периодически Возникают сезонные проблемы То есть я бы машину Не менял бы Чинил бы И слава богу Но сейчас в итоге Понял что зима наступила Значит И нужно что-нибудь повыше И желательно Полный привод Хотя бы иногда Начал смотреть по рынку В общем посмотрел корейцев Посмотрел японцев Посмотрел американцев Американцев У джипа Нашел компас Компас Ну сразу понятно Что это не внедорожник Конечно Вот Какой-то уровень комфорта Мне все-таки уже знаком В общем в итоге Когда я сел В этот компас Значит Он мне показал В принципе адекватен Мне порадовал то Что там какой-то полный привод Мне порадовала динамика То есть я сравнил Это бензиновая машина Да Это не дизельный движок И он не претендует На какие-то гоночные качества Угу Угу Вот Значит Я с учетом того Что он стоит немножечко дороже Чем возможные конкуренты Но то что мне в принципе Она понравилась Решил творить тест-драйва В телевизоре В компьютере Да И ни одного нормального Тест-драйва На эту машину не нашел Они говорили плохое Про динамику Динамику Ну я представляю сейчас Динамику на трехлитровой машине Угу Там нормальная динамика Они говорят По плохую отделку Я представляю еще Джаговскую отделку Там нормальная отделка Они говорили что-то дурное Про автомат Ну там ну нормальный автомат У меня к вам просьба Вы не можете как-то кратко Объяснить Такой негатив Относительно Может быть Этой модели Или это общая Как бы тенденция к Америке Вот И если Мне удалось как-то определить Ну то что я пытаюсь найти Может быть вы подскажете Что-то адекватное В принципе до цены Наверное где-то в полтора Ну в 1,7 То есть я уже наигрался В машину Мне нужно просто автомобиль Который в принципе нравится В принципе ездит А что еще Вот что еще нравится Что еще рассматривали бы Ну смотрите Если честно Я смотрю машину Которую не только я Которую я еду Но мне нужно еще Чтобы сзади там Родители комфортно себя чувствовали 150 км до дачи Туда-сюда Вот По комфорту По комфорту Америка конечно она хороша Я смотрел на то же самое с РХ Я проехал Я проехал на На Гранд Широке Ну хорошая машина Ничего не скажешь Ну так Был в Тауреке Гранд Дороже Таурек меньше Таурек меньше И он конечно скорее такой Не сильно меньше Для молодого Для молодой Такой семья А мне нужно как бы Родители задевать Не сильно меньше Вот Ну может быть Может быть Видите Я что-то обсадил Они посидели Сказали что неудобно То есть это такие моменты Которые не я учитываю Я учитываю то что за рулем И скорость Ну как бы и комфорт Вот Смотрел Хюндай Сантафе И смотрел Киев Соренто И смотрел Японцев Экстрейл Ну это как бы Я не знаю там Что там с проходимостью Ну как-то Совсем деревянное внутри В принципе С РХ Вот по качеству По качеству Ничего Но там мне что Газ не понравился Что тормоз непонятный То есть Да и подвесочки там Так себе Ну да То есть понимаете Там я вот как-то Не совсем А вот компас например Мне понравился И вот вы знаете Еще такой вот вопрос В Госдуме Это называется регламент Смотрите Вот Компас Он Проиграл Вот как СРХ К сожалению Проигрывает Когда берешь Несколько одноклассников Вот СРХ К сожалению Проигрывает До сих пор Да Что в предыдущем поколении Что в нынешнем То же самое С Компасом Поэтому Я бы на вашем месте Все таки Смотрел На там что-то другое Если нужен комфорт Может быть Я не знаю Вот сейчас Будет обновленный Хайлендер Тойота Хайлендер Да Может быть даже Венса Если не нужно Венза Если не нужно Сильного Внедорожья Я бы смотрел На вот такие Вот машинки Как Mazda CX-9 Вот так вот А смотри Вот у нас похоже Открывается новая рубрика Так Вот Если люди хотят Сказать что-нибудь плохое О какой-нибудь машине Ну почему-то надо Мало ли там Просто испытать Чувство душевного комфорта Если не друг Купил какую-то машину себе Или если жене Пришлось передать По разводу Тоже Ну и так далее Леонид Вот Собственно СМС Скажи что-нибудь плохое Об X5 5-го года Полной комплектации Плис Надежность Надежность Плохая надежность Ну да Как себе надежность Это сложная машина Да Вот так Спасибо Ну давайте дальше Да у меня седьмой аккорд Люблю его безумно Но года 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 Хочу поменять Вопрос на что Что посоветуете И как вам аккорд 9 Новый Хорош Да Хорош И это прямо Это прямо достойный выбор Слушай А вот правда Интересно И вот когда ты можешь Счастлив тот человек Который может поменять Седьмой аккорд Да На На девятый Прямо скажем Вы счастливый человек Меняйте И ни о чем не думайте Леонид Если правда угоняют То как лучше защитить Угоняют кстати Василий Ну только Увы Только каска Да Да Тут Тут Да Молодец Спасибо А У кого машина Подавленная студия Уехал Nissan Note Не исключено Олег сегодня На ногте Вот он никому не нужен Точно Кого сейчас вот вернули Только что Два причем Я кстати Я его бросил Здесь этот переулок Был запружен Я его бросил там Бежал еще пешком Да Ну извини Так вот Помогите многодетной семье Нужен кроссовер С полным приводом Qashqai 2 Plus Или Kadi Live Synchro Что еще можно В этом ценовом диапазоне Много чего Те же там Peugeot Partner Типея Который Да Большой такой Вигвам На колесах Я не знаю Тот же например Тот же Duster Может быть Да Да Хорошо Шеврале Орландо Спасибо Вот те нати Пишет нам мало А я уже склонялась К F3 Нет К то же вас склонял Аллочка Вот именно Да Тем более к таким вещам Вот еще раз Что вам важнее Ford Focus Безусловно Как бы автомобиль Такой да Европейский Со вкусом От Duster Вы такого не получите Но вы же сами сказали Что вам важна проходимость Да А там Большая Конечно Дорожный процент увеличенный Опять же Конечно А у Focus Между прочим Небольшой Да Что выбрать X3 или Vogue Хороший вопрос Я бы разорвался Прямо Да Потому что Оба прекрасны И Evogue То есть X3 Более агрессивен В езде А Evogue Агрессивнее выглядит Да Он агрессивнее выглядит Да Но он такой Ну а если бы Знаешь Я вчера читал По моему Клинтису сказал Я бы Большой На свете Не хотел бы Оказаться На невитаемом острове Потому что У меня нет Трех компакт-дисков Которые я возьму С собой Только их Больше никаких Как обычно Ставят условия Так все-таки Скажи Ты на невитаемом острове И одну машину бери Что человеку важнее Понимаешь Это сложно X3 Я думаю Что там Вот перепродажная стоимость Если важна То X3 Хорошо Все друзья До завтра Спасибо тебе огромное Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok